всем привет привет с вами александра черная я художник и преподаватель онлайн школы живопись маслом и в этом видео я хочу вместе с вами написать такую праздничную открытку подарок подарочную открытку в честь нашего дня рождения нашей школы ну что давайте начинать так ну что я подготовила рабочую поверхность у меня холст натянутый на подрамник но можно работать и на бумаге для масла можно работать на картоне на холсте на картоне если вы планируете работать с кистью с кистями у меня формат 20 на 25 и я вам предложу вместе со мной сотворить открытку таком в розовых цветах и это будет изображение от праздничного тортика со свечой в таких вот розовых тонах для начала можно карандашиком можно при помощи кисти и например охры или теплого красного алого создать себе композицию построения немножко закомпоновать в формат нашего холста тортик будет такой отрезанный достаточно такой геометричный прямоугольник немножко в наклоне линии которые у нас горизонтальные и они вот немножко у нас расклешаются посмотрим как лучше закомпоновать здесь у нас линия в наклоне но не в сильном да это вижу что я практически горизонтальные чуть-чуть в наклончике у нас тортик больше вертикальный чем больше высокий чем широкий поэтому вот можно его смело делать таким прямоугольником но чуть вытянутым по по вертикали можно ему в принципе даже добавить здесь нам лучше строго горизонтальную линию сделать а здесь немножечко чуть-чуть вверх и здесь такой треугольник мы видим тоже вверх диагональная линия и здесь у нас будет кремушек наверное все таки пошире референс вы сможете найти под видео этих в комментариях в закрепленном сообщении и здесь вот у нас такой будет крем немного со сдвигом может быть кстати его я подвину здесь и обрежу здесь в принципе мне можно было наверное без карандаша это делать чтобы себе линии множество линии не сделать но знаете что все перекроется если вы будете работать акрилом если вы будете работать масляными красками и гуашевыми красками карандаш наш перекроется свечка у нас будет здесь соответственно вертикально мы для нее место оставляем и она будет небольшая и здесь будет у нас огонечек здесь у нас можно сделать некую тарелочку можно сделать некую такую салфеточку бенильного цвета какую-нибудь такую мы сделаем и у нас будет падающая тень отбрасывающийся тень от предмета слева это значит что освещение у нас в работе будет справа налево и и вот сверху вниз то есть у нас будет еще на горизонтальной поверхности и пирог у нас торт нас будет слоистый слоеный такой и можно вот ему сделать эти разграничить ему коржики внизу у нас такого телесного цвета будет здесь коржик потом прослойка белого крема коржик и снова прослойка белого крема и крем потолще сверху здесь конечно куча линий но ничего страшного мы сделаем спокойненько каждый может рисунок переносить как ему комфортно как он привык я беру небольшой кисточкой синтетикой белила немного у меня палитра испачканная но в принципе ничего страшного коричневый тянется белила чуть-чуть ультрамарина капельку и капельку краплака то есть такой сереневатый цвет получается и пока немножко разметим падающие тени тенюшечки возможно сделаем полегче этот контраст я сейчас делаю потемнее чтобы уж наверняка увидеть объем его и показать может быть мы его соответственно сделаем полегче все вот эти прослойки которые у нас крема мы делаем его не белым а таким серо-сиреневым у меня немножко тянется желтинка с палитры коричневость может быть пачкасть поэтому цвет такой не идеально некрасивый сиреневый это просто грязнота грубо говоря палитры рабочий а и здесь у нас этот же сиреневый цвет вот на спиле так сказать от этого верхнего крема этим же цветом только чуть я добавляю лимончика в этот же сиреневый цвет и белила и здесь мы видим толщинку нашего крема вот тоже в тенях то есть все что вертикальное мы затемняем все что горизонтально у нас будет засвечен и в принципе мы можем сейчас взять чистые белила и жирненько и верхний вот этот слой пока положить чистыми белилами опять же таки чтобы увидеть свой объем созданный здесь вот тоже на этих кремах положим пока чистые белила так и все еще этой кисточкой мы перейдем на коржики в эти же белила я беру теплый желтый добавляю кадмия желтый темный и немножечко кадмия красного светлого то есть если у вас есть оранжевый можно было в принципе белила с оранжевым и с небольшим количеством вот этого сиреневого смешать и наносить на тесто где у нас прослойка коржей стараемся то что мы сейчас делаем в подмалевке где мы цвет разбираем на составляющие пристреливаемся при так сказать определяем вообще цвет цвета палитру может быть мы что-то еще сменим сиренево такой оранжевый разбил у нас коржики в тенях мы видим этот тортик со стороны с теневой с отвернутой от источника света поэтому не будет в чистом виде красивый цвет и он еще будет гораздо темнее то есть пока я закрываю немного светлым цветом я буду еще есть куда темнить так сказать работаем активненько на это время долго не тратим то есть я мне хочется мне уже не терпится увидеть этот это пирожный этот тортик как он будет он получаться ближе к итогу поэтому вот мне рекомендую вам работать активней теплый желтый я смешала с коричневым и с красным теплым то есть оранжевый смешала с коричневым и такой получился в пользу все-таки желтых чуть-чуть белил чтобы наш цвет такой был все-таки не коричневый а ближе к оранжевым и вот в контуры каждого вот этого коржа немножко затемним здесь мы это видим да теплый желтый преимущественно в пользу теплого желтого немножко вот сюда вот такими вот неровностями внесем этот цвет а если вы хотите сильнее увидеть объем не бойтесь темнить то есть высветлить то мы всегда сможем а вот затемнить не всегда то есть нужно я рекомендую писать все темнее чем чем кажется особенно по началу своего художественного пути а уже дальше высветлить я говорю мы сможем а вот затемнить после нанесения белил уже не всегда получается иногда нужно будет дожидаться просушки так и вытерла кисточку и беру ультрамарин с кроплаком получая фиолетовый добавляю белила получая сиреневый такой в пользу ультрамарина небольшое количество белил и вкладываем падающую тень под наш предмет таким тоненьким червячком тени и вот выходим сюда вот на боковую падающую тень при при отдалении от предмета у нас тень начинает высветляться то есть градиентик такой покажем так достаточно прямоугольной падающей тенью с растушевкой так сказать ослаблением и дальше можно взять кисть немножко побольше и начать укладывать фоновое пятно можно уходить в холодный красный с белилами и мы будем получать такой яркий насыщенный розовый можно добавлять теплый красный кадмий красный светлый цвет мака с белилами да и мы будем получать такой потеплее можно миксовать 50 на 50 ну примерно да чтобы вот он был как бы такой посложнее цвет чтобы мы не работали одним цветом из тюбика белила не считается и вот в округе вплотную к предмету добавляем вот этот цвет такой два красных с небольшим количеством белил и делаем такой красивый розовый фон если мы будем делать не густо сейчас краску то мы всегда сможем еще что-то по верху добавить перекрыть подвигать можно можно делать такой более этюдовый вариант то есть не дописывать края холста можно полностью записывать возле свечки чтобы она загорелась нам необходимо все таки не сильно белильный цвет использовать то есть все таки такой насыщенный розовый делаем чтобы огонь загорелся и вплотную подходим к нашему предмету к тортику здесь у нас огонечек закрываем полностью фон и мы решили для себя определили что свет у нас падает сверху вниз поэтому горизонтальная поверхность нашего стола она будет тоже розовой но светлее то есть белильней а еще мы хотим сделать салфеточку да для так сказать усиление композиции чтобы у нас было побольше предметов элементов белила у нас расход больше всего всегда в масляной живописи поэтому белила можно даже сразу покупать в больших тубах и вот так вот активненько активненько можно чуть в пользу теплого красного добавлять так вот пастозно густенько это означает укладываем красочку на горизонтальную поверхность стола и она у нас светлее потому что свет у нас падает сверху вниз все что горизонтальный то принимает освещение все что вертикальное по нему свет скользит в конце я скорее всего не удержусь и добавлю добавлю падающую тень в смысле добавлю мастихиновую мастихиновые мазочки так и для того чтобы сделать белую бумажечку скатерть мы тоже сначала будем ее обрисовывать тенями то есть тенюшка под нашей бумажечкой ажурной давайте выберем форму например такую бумажку кондитерская упаковочная и мы такой же как падающая тень делаем тень падающую от этой бумаги здесь у нас розовость может быть цвет меняется тени до после того как бумажечка закончилась на краях здесь прям хочется ее на самом деле еще светлее сделать я беру белила и небесно-голубой у меня и вот здесь немножко подвысветлю вот эту тень падающую вот вот она сразу видите начинает блестеть светиться бумагой белой так ну и в принципе горизонтальную эту бумажечку мы можем сделать чистыми белилами можно добавить капельку лимончика показать что все-таки свет у нас тепленький белила с очень маленьким количеством лимона потому что мы знаем что белила у нас относится к холодному типу цвету поэтому чуть-чуть его теплим и ничего страшного если тянется розовый в принципе среда единая цвет соседа влияет на цвет другого предмета он вносится и вот у нас с вами уже такой получился небольшой объем и мы можем показать динамику света в картине то есть вот горизонтальная поверхность стола у нас здесь будет чуть-чуть затемняться в левую сторону и я еще люблю не делать четкие контуры на стыке стола и вертикали я вот так вот мастихинчиком еще обычно немножко размазываю стык краски стола и вертикальной поверхности стены будем ее так называть и можно еще добавить пастозных таких мазочков мастихиновых в фон для так сказать густоты просто для активности мазка то в пользу краплака то в пользу кадмия красного светлого так вот для не одинакового вымешанного цвета чтобы немножко мерцания было но помним когда работаем мастихином мы стараемся вплотную подходить к предмету чтобы не было такое ощущение что мы его описывали потом то есть чтобы было ощущение что мы писали от дальнего ближнего то есть сначала у нас был написан с вами все-таки фон а потом уже предмет этот цвет верхней розовой стены можно и вот сюда тоже при помощи мастихина немножко поцарапать можно добавить таких вот кондитерских вкусностей и белильно розовый с поверхности стола можем немножко добавить и в верхний слой стены в верхний фон немножко вшкаряпать ну так старайтесь следите за тем чтобы не было сильно дробно все активно все-таки так вот поспокойней если что можно вы знаете помните всегда что можно вот немножко взять и откатить обратно там да изменить тональность пятна светлость темность вернуть там обратно вот темноту для того чтобы вот все это не полосатело было более однородно но здесь на самом деле как хотите можно сделать подробнее фон можно сделать так поцельнее вот просто мастихинчик помогает быстрее работать с поверхностью обратно беру небольшую кисть синтетику синтетика синтетика плоская с диагональным скосом и добавляем вот этих внутренности всяких ярких цукат теплый желтый теплый красный еще такой оранжевый с небольшим количеством белил почищет цвет кстати еще можно добавить туда лимончик еще побелильней такой цвет получился посветлее и вот в крем точнее в кекс в середине мы вот немножко высветлим и вот такую неоднородность пятнистость добавим посветлее чтобы у нас было ощущение вот этой булочки зернистости поверхности да вот таким образом можно чуть сильнее подчеркнуть вот эту грань перелома формы крема и на самом деле немножко хочется подвысветлить и подтеплить то есть беру белила с небольшим количеством вот нашего теплого желтого из кексика и вот вот здесь высветлить хочется чуть-чуть то есть перелом формы у нас остается таким же темным а снизу мы немного добавляем вот этот самый градиент так сказать высветляем чтобы пятно крема у нас было такое неоднородное когда спускается к низу оно немножко вот у нас высветляется чуть-чуть высветляется и к низу начинает розоветь начинается белый цвет принимать цвет среды поэтому берем прям розовый с палитры и немножко его вносим вот вниз крема что белый у нас все-таки пишутся всеми цветами из среды отрываем так сказать предмет от бумажки от поверхности вот этим ниточкой темноты подводка такая да мы можем использовать смело в живописи линию это тоже такая же часть живописи яркие цукаты вот эти небесно-голубой с небольшим количеством белил отдельными такими точечками вкраплениями ставим если мы работаем сыром мы стараемся чаще возвращаться на палитру делаем движения такие максимально рандомные сверху тоже эти штучки так сказать сыпем теплый красный с небольшим количеством белила также цвет почище иначе видите он сложно не смотрится то есть теплый красный с небольшим количеством белил также рандомненько густенько вкладываем этот цвет в чистом виде он наверное слишком яркий будет поэтому немного немного буквально приглушаем белилами но тут нужно вот найти эту золотую середину чтобы вот он цвет все-таки не так сильно был и яркий и не так сильно он был бледным чтобы совсем не видеть добавляю желтый получается такой оранжевый тоже насыпаем эти штучки свечку можно сделать тоже небольшой кистью краплак с маленьким количеством белил такую потемнеет такая самая темная вертикально ее заполняем можно вот еще поярче выравниваем можно забрить так сказать фоном немножко с белилами намешать вот таким образом забрить чтобы вот эти стыки выровнять можно падающую тень уронить от свечи тоже такую получается сиреневую краплак ультрамарины белила получается сиреневый цвет и падающую тень в бок следите чтобы она не розовела а все-таки сиреневела небольшую падающую тень теплый оранжевый вот тут еще мы усиливаем тень собственную тень от этих зефир крема и чистыми белилами можно достаточно густо вот здесь так прямо после каждой каждого движения прямо можно возвращаться на палитру обновлять цвет чтобы розовый не тянулся вот здесь всякие неровности делать имитировать крем таким неровным силуэтом здесь есть прямо так активно пастозно лепить здесь еще раз пройтись белилами прям погуще как будто бы берем с вами мастихином накладываем здесь можно сделать неровную поверхность в принципе этого кусочка все-таки ножом мы резали и мы можем здесь края сделать неровными такими густыми ну и еще добавим фитилек и сделаем сам огонь фитилек сначала то есть лучше взять коричневый это у меня это у меня марс коричневый или умороженая не делайте черный сделайте лучше коричневую такую палочку можно опять же таки фоном подбрить чтобы не было густого в смысле продиров чтобы не было и огонь у нас мы сначала кладем белила с лимоном так сказать этот ореол делаем тепленький белила с лимоном густо можно кстати тоже положить и сверху можно чистыми белилами еще внутри этого огня добавить поярче в принципе огонь светит таким неоднородным да не идеальным но можно его прямо идеально выровнять и забрить фоном так сказать можно его заузить у основания где у нас фитилёчек там на самом деле у нас оранжевый цвет можно два желтых смешать и вот он у нас начинает гореть можно сделать свечечку эту такую полосатую как вот у нас есть такие в детстве были сейчас наверное тоже есть здесь вот можно подправить всегда чем масло хорошо можно перекрывать ну и лимончик с небольшим количеством небесно-голубой это у нас получается такой насыщенный зеленый и тоже туда вот еще цукатиков немножко добавлять и у нас получается такой вот яркий кусочек торта в принципе здесь можно еще добавить всякими мастихийными движения и сделать мазочки там смазывающие можно на торт немножко зайти цветом фона или наоборот белилами еще там сделать на фоне какие-то такие живописные мазочки да тут уже смотрите как вам нравится можно подтянуть цвет можно если не нравится можно вымешать этот цвет до однородности чтобы он у нас был более ровный более такой лаконичный как вот плакат такой тоже тут смотрите сами как вам больше нравится так ну что а я на самом деле хочу вас пригласить присоединиться к нашему фестивалю весеннему фестивалю четырехдневному где разные художники нашей школы будут для вас давать полезность будем рисовать будем вместе проводить время четыре дня с двадцать восьмого по тридцать первое марта мы встречаемся с вами на бесплатных вебинарах посвященных весне и посвященных дню рождения нашей школы нас юбилей десять лет в этом году а с вами была Александра Черная присоединяйтесь к фестивалю по ссылке к этому видео под видео и регистрируйтесь и увидимся с вами вместе на фестивале на фестивале на фестивале на фестивале на фестивале в описании